То есть сначала человек приходит с рекламы, с контекстной рекламы, с таргета. Вы всегда, в любом случае, вы человека как-то определяете. То есть вы примерно знаете, что это примерно мужик, или примерно человек пришел с запроса купить фреску на стену. Вы точно знаете это, потому что у вас есть контекстная реклама. Либо у вас есть таргетированная реклама, в которой вы вставляете картинку, ну, зачастую так и есть, и вставляете какой-то текст. То есть вы таргетируете в любом случае. После этого человек хочет увидеть ваше предложение. Какое-либо. Желательно, конечно, с ценой в самом начале. Ну, например, здесь идеально было показать какую-то цену от 1000 рублей квадратный метр. Это практически нереально. Нереально. Лучше, конечно, показывать не квадратный метр здесь, а за деталь автомобиля, еще что-то. В принципе, можно расписать как угодно. Опять же, в скрипт позволяет менять полностью просто заголовок и подсовывать как угодно его. Вот. Либо показывать на стене, что квадратный метр стоит, например, 1000 рублей. Ну, вот это мы еще пока не очень тестировали. Это просто такой свежий лендинг, поэтому еще с ценами мы пока так бегло крутим. Вот. Зато мы точно узнали, что человеку нужно дизайн-проект или эскиз бесплатный. Это точно ему надо намекнуть. Вот несколько раз. Не только здесь, но еще и в заголовке. Вот это мы уже уяснили, например. Офер крайне желательно, чтобы был такой же, как и у вас. Здесь у вас есть заголовок в рекламе, в объявлении. Ровно такой же должен быть и в предложении. Такой же. Если он у вас отличается, то это грустно. Потому что человек пришел смотреть одно, а получает другое. Даже если цены вы указываете в контекстной рекламе одни, а в предложении другие, люди реально отказывают. А отказы очень большие становятся. То есть люди начинают уходить в первые 15 секунд. Это прямо видно. То есть он зашел, увидел, что его обманули, он закрывает прямо сразу. Он даже ничего не ищет, даже если очень красиво. Так. Дальше. Дальше у нас человек после того, как предложение получил, как бы смешно ни звучало, он не ищет ни социальное доверие, он ничего, его это не интересует. Его интересует инструкция, как с вами связаться. Тоже смешно. Вроде бы у вас и телефон есть, и все. Но бывает такое, что люди, они не видят ни телефона, ни чего-то еще. Поэтому, кстати, кнопка Callback Hunter или какая-то любая другая кнопка, и всплывающее окно, она хороша, потому что есть люди, но опять же, это не молодежь, это может быть постарше 35-40 лет. Люди, у них свои заморочки, они о своем думают. И когда им подсказывают, мол, оставьте заявочку-то, и они такие, о, да, то, что мне надо, и оставляют заявку. Ну, шанс закрытия может быть меньше, опять же, да, но тем не менее это помогает. Если это не просто всплывающее меню, типа Callback Hunter, то инструкция должна выглядеть как, ну, вот, закажите выезд художника к вам и дизайн проект бесплатно. Иначе человек просто не оставит заявку, потому что ему нужно понимать, зачем он оставляет заявку. То есть вы даете ему какую-то ценность, он вам взамен оставляет телефон. Иначе он вам ничего не даст. Даже телефон сейчас довольно тяжело у человека выманить. Ну, например, многие из вас, вас же наверняка бесит, когда вам начинают звонить какие-нибудь компании, когда вы попадаете в какие-нибудь базы. И тут, кстати, не связано это со спамом. Люди просто прекрасно понимают, если они где-то оставят телефон, они попадут в какую-то базу спама. То есть когда вы пишете, это не спам, люди сразу понимают, ах, вы козлы, мы вам не дадим ничего. Проще написать, кстати, заполнение заявки вас к ничему не обязывает, вы сможете отказаться в любой момент. Тут хотя бы вы ничего не говорите про спам. Вот. Ну и самое главное, что человек просто так телефон не дает. То есть вы когда к девочке подойдете, какой-нибудь молодой познакомится, просто подойдете, скажете, здравствуйте, здравствуй. Ну, вы как бы, наверное, чуть постарше ее. Здравствуй. Может наоборот, конечно, бывает, но редко. Дай, пожалуйста, телефон. Она. А зачем тебе? И вот то же самое здесь. То есть просто так телефон оставлять, но это бред. Поэтому даже если, кстати, кнопки Callback Hunter и есть, заказ обратного звонка, все замечательно, но крайне желательно, чтобы она была максимально расписана. То есть зачем, почему, почему оставлять нужно телефон. Чем больше расписано, тем лучше. То есть полная инструкция. Вот. Дальше может быть различные возможные исходы. Дальше человек, после того, как ищет инструкцию, естественно, тоже, опять же, возвращаясь к кнопке обратного звонка, человек ищет Call to Action. То есть вроде да, надо оставить, но вроде забей. В себе, говорит, человек в голове. Это Call to Action. Или призыв к действию. То есть оставьте заявку, мы перезвоним. Еще лучше надавить на жалость. Или даже не на жалость, а на боль. На жалость бесполезно надавить. На боль. Например, у вас до сих пор говно течет из труб, может быть, пора позвонить. Тоже очень хорошо работает. Не всегда, но работает. И когда все это произошло, то есть человек через контекстную рекламу, например, зашел к вам по вашему заголовку в объявлении или по объявлению. Ну, в основном человек читает заголовок. Дальше он увидел заголовок, прочитал его, понял, что вроде бы то, что надо. Дальше он видит инструкцию, как с вами связаться. И дальше вы ему говорите, свяжись. Он оставляет заявку, и дальше уже идет продажа. Вот это идеальный момент, когда вот такие клиенты вам нужны как раз. То есть, которые заходят, им нужно, они увидят предложение, инструкцию, call to action. Иногда люди могут уйти. Тогда вы его гоняете ретаргетом. О том, о чем мы будем как раз говорить очень-очень много на интенсиве по поводу моментов, связанных с ретаргетом, с ремаркетом, с догоном человека на всех площадках. Потому что после того, как вы ретаргет человеку вроде бы впилили, надо ему после ретаргета его чуть-чуть утеплить. Это значит, мы можем подсунуть тот же лендинг, все то же самое. Потому что человек ушел, потому что может быть что-то не понравилось. Например, не понравилась цена, может быть он закрыл просто потому, что закрыл. Такое тоже бывает. Человек зашел, посмотрел, забил, ушел смотреть что-то другое. Может даже что-то понравилось, но не позвонил. Или вот сейчас нет возможности позвонить. Позвоню попозже. Ретаргет помогает человеку утеплить. Он видит много рекламы вашей. Первое. Во-вторых, он увидит уже у вас на сайте социальное доверие, увидит цены и так далее. То есть в первый раз, при первом касании, зачастую люди этого не видят. Вот если вы зайдете на им контекст всего, вы там посидите минуту-две, может быть что-то запомните, например, цены или какие-то вот моменты, элементы, а потом закроете. И только через день, через два, когда вас будет догонять ретаргет, вы зайдете заново и вы оставите заявку. Ну и дальше опять же по списку, куда у нас идет инструкция и call to action. Опять же, ну может быть он будет отличаться. Это идеальная схема для 2016 года, для лендинг-пейдж, для сайтов, для всего остального. Неважно опять же, то таргет еще соцсети, кстати здесь, я забыл написать. И мульти. Мультизаголовок. Не всегда мультизаголовок хорош. Это тоже 100%. То есть, если вы пытаетесь найти таблетку в мультилендинге, это бесполезно. Мультилендинг не настолько сильно увеличивает конверсию вашего сайта. То есть, если у вас предложение говно, то никакой мультилендинг ничего не сделает. То есть, то, что вы будете подменять одно говно другим говном, бесполезно. Мультилендинг.